МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа День города. Смотрите сегодня. Быстрее, выше, сильнее. Диалог губернатора с министром спорта в рамках заседания правительства. Снова знойно. Надолго ли вернулось лето в регион разговора Теноксики? Время запасается. Все оконсервировано в нашем сюжете. Спонсор программы ООО «Рязань Медтехника». Стоматологические наконечники «Фотон» и «Зубр» от российского производителя в магазине «Медтехника» на Есенина 72.2. Высокоточное производство на швейцарском оборудовании с использованием российско-австрийских материалов обеспечило европейское качество по российской цене. В наконечнике завода «ФХ Тайфун» встроена блокировка обратного всасывания, что снижает риск перекрестного инфицирования до 80%. Наконечники «Фотон» и «Зубр» – оптимальный выбор для здоровья пациента. Магазин «Медтехника» на Есенина 72.2. Телефон 27 07 07. 27 07 07. Запчасти и гарантийный сервис в Рязани. Министр спорта Рязанской области Владислав Фролов на правительстве выступил с докладом о состоянии и перспективах развития игровых командных видов спорта. В частности, пожаловался на недостаток финансирования профессиональных клубов по игровым видам спорта. 24-й год хоккеисты Рязань-ВДВ встретили на 21-й строчке турнирной таблицы. Футбольный клуб сейчас на 9-й. Это только два профессиональных рязанских спортивных клуба из четырех. Другие – баскетбольный и волейбольный клубы. Первый сейчас выступает в первенстве ЦФО. Второй – на чемпионате России среди женских команд Лиги Б. Успехами рязанских команд поделился глава регионального Минспорта Владислав Фролов. На правительстве он выступил с докладом о состоянии и перспективах развития. Естественно, тот факт, что для пополнения состава в профессиональных клубах необходима системная подготовка юных спортсменов. В настоящее время в 32 государственных и муниципальных спортивных школах дети обучаются игровым командным видам спорта. Для более эффективной подготовки профессиональных спортсменов в прошедшем году завершена реорганизация путем объединения профклубов со спортивными школами по видам спорта – футбол и хоккей. Целью стало создание вертикали спортивной подготовки, позволяющей упростить процесс перехода детей из спортивной школы в юниорскую молодежную и дали во взрослые команды. Результаты в работе по новой системе есть, притом показательные. По футболу команда 2009 года рождения взяла первое место на первенстве России зоны «Центр». По хоккею два первых места – Кубок Федерации ЦФО и группа В первенства Москвы. Два вторых места в первенстве Московской области. И 17 место из 48 команд Кубка Федерации хоккей города Москвы. Последнее – результат команды 2015 года рождения. Владислав Фролов добавил, что вроде растет и количество спортобъектов, где можно заниматься, и команд больше становится, которые во всероссийских соревнованиях участвуют. Но есть во всем этом ложка дегтя. Несмотря на оказываемую огромную поддержку со стороны правительства Рязанской области и ваш личный, Павел Викторович, остаются проблемные вопросы о финансированной деятельности профессиональных клубов. Так, например, в ИХЛ в связи с вновь заявляющимися клубами и новыми требованиями к оснащению спортивных объектов ежегодно увеличиваются расходы участия хоккейного клуба в соревнованиях. Расширилась география, увеличилась стоимость переездов команды. В соответствии с новыми регламентами, деньги израсходованы на установление новых бортов, табло на ледовой арене Дворца спорта «Олимпийский», установление новой пропускной системы зрителей и болельщиков. В то же время в женских футбольных клубах обязательным стало участие двух возрастов юношеских команд вместо одного во всероссийских соревнованиях. Ежегодно уточняются требования к инфраструктуре футбольных стадионов, для исполнения которых требуются дополнительные расходы. Вопрос, говорят, в Минспорте решают. Работают по всем направлениям. Глава региона Павел Малков согласился, что профессиональные клубы поддерживать надо. Вот только куда важнее создать систему для подготовки детей. Вот вы говорите, что не хватает средств, но их всегда не хватает, и мы выделяем туда и даже добавляем. Но мало иметь профессиональной команды, я считаю, что очень важно создавать именно систему, систему подготовки для детей, систему спортивной медицины, чтобы у нас в каждом муниципалитете, в каждой школе был свой какой-то основной базовый вид спорта, а может быть даже не один. Чтобы была система поддержки детей, предрасположенных каким-то видом спорта, чтобы у всех была возможность заниматься спортом. Сейчас спортом в Рязани занимаются больше 7 тысяч детей, больше половины футболом. Пятая часть всех баскетболом и столько же волейболом. Самая малая часть, чуть больше 600 детей, ходят на хоккей. Потому для большей части всех детей спортсменов, футболистов, в конце июля был организован спортивный фестиваль «Все сюда», главная задача которого – отбор талантливых ребят. На фестиваль пришли больше 400 рязанских мальчишек. На стадионе «Спартак» претендентов тестировали тренера Академии Армейского клуба. На перерыве с рязанскими болельщиками пообщался Алан Загоев. Тестировщики ЦСКА отобрали 67 футболистов в возрасте от 8 до 13 лет. Клуб планирует пригласить их на очередной селекционный сбор. 12 спортсменов уже приглашены в Академию ПФК ЦСКА в Москве, где в течение недели они покажут свои способности в ходе тренировок в своих возрастных группах. Павел Малков сказал, что нужно схожие сборы проводить на регулярной основе. В сентябре я пригласил одного из ведущих специалистов в этой сфере к нам в область. Проведем, Александр Сергеевич, лекцию для всех наших спортивных врачей по современным тенденциям. И обсудим, как будем в целом создавать, формировать систему работы с детьми, чтобы можно было всегда определить предрасположенность и обеспечить все необходимые условия. Система должна быть. А профессиональная команда, она сама получится. Создать эта игра в долгую, не так быстро, чтобы деньгами накачать, купить игроков и сразу выиграть. Но зато это намного более правильно с точки зрения развития области. Дальше, говорит Павел Малков, будем заниматься развитием инфраструктуры. На очереди футбольное поле с подогревом. Оно скоро должно появиться. Губернатор добавил, что в целом все футбольные поля надо приводить в порядок. А скоро должны появиться и хоккейные площадки. Инфраструктура – это первый приоритет, который на правительстве выделил губернатор. Два других – спортивная медицина и работа с подростками. Так что вектор теперь определен. Каникулы – любимая пора школьников, когда можно ложиться спать поздно, а вставать не раньше полудня. За лето дети отвыкают от занятий. Школьникам нужно время для того, чтобы адаптироваться к учебе. О том, как помочь своим чадам вернуться в режим без стресса и головной боли, расскажем в следующем материале. Снова сентябрь, ранний подъем, занятия и груз ответственности. Для школьников осенняя пора связана с переходом на учебный режим. Традиционная система не предусматривает специальной адаптации после трех месяцев ничего не делания. Именно поэтому для детского организма начало нового учебного года сопряжено со стрессом и, как следствие, с нежеланием учиться. По словам психологов, настраивать на школьный лад свое чадо нужно заранее. Начиная повторять пройденные материалы прошлого года, по крайней мере, за пару недель до первого сентября. Многие знания забываются и самой приходится заново учиться. И, скорее всего, я как-то буду с пониманием относиться, потому что, особенно если я активный ребенок, просто я по себе сужу. Это очень тяжело. Особенно сейчас, в наше время, это как-то чересчур большая нагрузка и надо как-то, не знаю, держать на балансе, чуть-чуть поиграть, чуть-чуть поучить. Для того, чтобы ребенок был готов, с ним надо постоянно заниматься и уделять ему максимальное внимание. Без этого и стараться, чтобы ребенок жил в режиме всегда. Потому что потом происходит ломка. Сначала они у нас расслабляются, мы позволяем им делать очень многое, а потом же сами же их и начинаем мучить. Особое внимание стоит уделить биологическим часам организма. На каникулах детям зачастую не надо просыпаться рано. С началом осени резко вспоминать, как это вставать в 7 утра, бывает непросто. Если на каникулах ребенок привык ложиться спать в полночь, ему будет сложно уснуть в 8 часов вечера. Менять график сна нужно как минимум за неделю до начала учебного года. В каких-то моментах дети тоже приходят уже в учебный коллектив. Они приходят к новым друзьям, к старым преподавателям. Каких-то они любят, каких-то не очень. Поэтому здесь вопрос коммуникации. Родителям необходимо поддерживать связь со своими детьми и напоминать им про то, что вау, здесь очень классно. А у меня есть такие воспоминания про школу. Расскажи мне про то, с чем ты сталкиваешься в новом учебном процессе. Плюс здесь есть маленький лайфхак у каждого ребенка Новый год, новые учебные принадлежности. Соответственно, хочется выбирать что-то новое, и это может помочь детям с большим энтузиазмом приходить в школу. Кроме того, со стороны родителя важна демонстрация спокойствия и позитивного настроя, уверяют психологи. Очень важно проговорить с ребенком его чувства и эмоции по поводу учебного года. Ведь так формируются доверительные отношения. А еще за несколько дней до старта занятий можно обновить учебное пространство. Порядок на столе и висящие на стенах. Учебные материалы нового класса психологически настроят на рабочий лад. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Лето подходит к концу, а это значит, пришла пора собирать урожай. Один из способов сохранить подольше овощи и фрукты – консервация. Как сделать это правильно и к чему могут привести ошибки – смотрите далее. Вы делаете консервацию? Да, я делаю. И помидоры, и огурцы, и салаты свекольные для борща. Все. Мам, делаете? Да, конечно. Надо готовить с удовольствием. Остальное все мелочь. Рязанцы, как и жители любых других регионов необъятной страны, по традиции заготавливают овощи и фрукты на зиму. У каждого свои секреты. И баночки, которыми гордится каждая семья, а соседи напрасно пытаются узнать рецепт тоже. Только вот закрывать заготовки на зиму в банке – дело непростое. Одно из последствий неправильно проведенных процедур – развитие в банках токсина, который может привести к ботулизму, инфекционному заболеванию, поражающему центральную нервную систему. Им часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, куда не проникает воздух и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов, как правило, не изменяется. Чтобы такого не произошло и домашняя консервация принесла только удовольствие, нужно соблюдать несложные правила. Специалист-эксперт Роспотребнадзора напоминает, чтобы избежать ботулизма, важно правильно стерилизовать банки и крышки, использовать только свежие овощи и фрукты. Тщательно промывать овощи и грибы перед консервацией. И при этом лучше использовать специальную щеточку. Не нарушать общепринятую технологию приготовления, нельзя уменьшать количество соли, уксуса, сокращать время тепловой обработки. Соблюдайте правила стерилизации банок и крышек. Их необходимо окипятить не менее 30 минут. Важно не только грамотно законсервировать, нужно еще и правильно хранить. Консервы должны стоять только в холодильнике или в погребе, вдали от солнечных лучей и источников тепла. А для профилактики развития токсина перед едой их нужно термически обработать. Анастасия Арн-Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Центральный федеральный округ вернулась жаркая погода. В Рязани температура воздуха достигнет 30 градусов уже к концу этой недели. Синоптики даже прогнозируют возвращение купального сезона. Ведь аномальная жара продлится до конца лета. Чистое голубое небо, палящее солнце и легкий ветер. В Рязанскую область вернулась по-настоящему летняя погода. Температура воздуха к концу этой недели достигнет отметки в 30 градусов. Жара продлится до конца августа, рассказывают в региональном гидрометеорологическом центре. В ближайшие дни, в конце этой недели на выходных, и даже в начале следующей недели, Рязанская область будет находиться под влиянием антициклонов, поскольку где-то в пятницу-субботу один антициклон сменит другой. Между ними будет небольшая область пониженного давления, в которой местами могут пройти слабые небольшие дожди. То есть где-то в ночь с пятницы на субботу. Несмотря на небольшие осадки, стабильно жаркая температура днем может ненадолго возобновить купальный сезон. Ведь при жаре на протяжении нескольких дней подряд вода в водоемах согреется до 20-21 градуса. И хотя днем погода будет летней, ночью температура воздуха может достигать всего плюс 12. Днем ожидается достаточно высокая температура. Она в южной половине области, начиная с пятницы и на выходных, и начиная следующей недели, 30 градусов и выше. В северной половине области чуть-чуть прохладнее, наверное, не выше 28. Две последние теплые ночи, которые наблюдали, скорее всего, закончатся. То есть ночи будут более прохладными, ночи становятся более долгими, из-за этого процесс выхолаживания становится более интенсивным. То есть ночью где-то градусов 12-15. 21 августа отмечают Всемирный день поэта. Его учредили в 1994 году по инициативе английского издателя Уильяма Сикхарта. В этот день принято поздравлять мастеров слова, как маститых, так и начинающих. 21 августа в разных странах устраивают поэтические чтения и проводят церемонию награждения лучших поэтов. Этот день также напоминает о родстве поэзии с другими видами искусства, такими как музыка и театр. Даже если вы никогда не слагали стихов, праздник можно отметить чтением произведений своего любимого поэта. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова